Библейский портал экзегет.ру представляет История Вемалаха, который начал с того, что перебил 70 своих братьев, провозгласил себя царем, потом его кинули те, кто его поставил на царство, он, значит, их сжег в башне вместе с мирным населением, потом хотел в другой башне тоже мирное население пожечь, но одна женщина его сверху убила жерновым ручным. Ну, вот, слушайте, зачем такое писать в Библии? Разве Библия не книга про красивых людей, которые делают важные, хорошие вещи, а если иногда грешат, то сжекаются? Да нет, это, знаете, такие сопливые истории для воскресной школы, вот про таких хороших мальчиков и девочек, которые тут же исправляются. А Библия про нас с вами, про всяких. И вот 10 глава, ну, здесь уже, конечно, все получше будет, но все-таки вот давайте обратим внимание, что 9-е это вот разгул бандитизма натуральный, а 10-е вдруг богословие высокое. Вот это высокое богословие приходит в этот самый бандитизм, ну, и делает из толпы бандитов народ Божий, но не сразу и не без побочных каких-то проявлений. После Авималаха того самого явился на спасение Израиля Толла, сын Пуи, сына Додо из племени Иссахара. Он жил в Шамире на Ефремовом Нагоре, он судил в Израиле 23 года, ну, судил или правил. Здесь уже скорее мирные, да, вот большинство из них все-таки военные вожди, это мирный правитель. Когда он умер, его похоронили в Шамире. После него Яир из Галаада стал вождем в Израиле и был им 22 года. У него было 30 сыновей, они ездили на 30 ослах и было у них 30 селений. Какая идиллическая картина. Ездили на 30 ослах, нам кажется смешным, а тогда сел средство передвижения, как сегодня, кортеж из 30 машин. Тут 30 ослов на них, 30 статных парней, красиво. У них было много жены обычно, поэтому важные люди имели много детей. Их и по супору называют деревнями Яирета в Галааде. Когда Яир умер, его похоронили в Камоне. Никаких подробностей. Вот слушайте, правый Малах, а так было интересно. А тут, ну, умер и похоронили, 30 ослов, ничего замечательного. Вновь стали сына Израиля утворить зло пред Господом, служить Валам и Астартам, и богам сирийским, и богам седонским, и богам маавским, и богам амонитян, и богам филистимлен, то есть с разным языческим божеством. А Господа оставили ему и не служили. Вот смотрите, даже о Вимеллах как-то еще, ну, там совсем, конечно, тоже был разгул язычества, но как-то держал все воедино. Пусть это был бандит настоящий. А вот когда совсем никого нет, еще хуже, да? Вот полное безвластье, это еще хуже, чем даже бандитская власть. Хотя, пожалуй, бандитская наименее подходящая из всех. Но вот когда совсем полный разброд, то каждый идет куда вздумается, и главное в религиозном отношении начинается безудрожное язычество. «Разгорелся гнев Господь на израильтян, и придулан их в руки филистимленный амонитян. В тот год подчинили они и подавили сынов Израилевых на 18 лет. Всех сынов Израилевых, кто был по ту сторону Иордана в стране Амарийской, то есть Галааде». Я напомню, у нас сейчас карты нет перед глазами, но сегодня века Иордана — это граница между Израилем и Орданией. Иордания потому так и называется. А в древности она разрезала Ханаан, или Святую Землю, или Землю Израиля на две части. И вот Галаад — это то, что к востоку, то, что сегодня к Иордании относится. Там тоже жили израильтяне. Так вот, значит, здесь это и произошло. Потом амонитяне через Иордан переправились, чтобы воевать с племенами Иуда и Вениамина из дома Ефрема. То есть торглись в западную часть Святой Земли. Очень тяжело пришлось израильтянам. Мы запили сына Израилева Господу, согрешили мы пред тобой, оставили мы Бога нашего, и воалом стали служить. Который раз подряд. Одна и та же история. Ну, такие истории покаяния, когда все плохо, и возвраток был им удовольствием, когда все становится хорошо. Мы знаем много, наверное, и из окружающего примера. Главное, кое-кто из личной жизни. Ответил Господь Израилю. Да ведь египтяне и Амарии, сыны Омоновы, и Филистимлине, и Сидонине, и Амеликитяне, и Маон, все они прежде притесняли вас. То есть, какая уже попытка по счету? Хватит, может, уже. Но когда вы взывали ко мне, я избавлял вас от их руки. А вы забыли обо мне и стали служить другим богам. Так впредь не стану я вас избавлять. Господь обиделся? Да нет. Скорее, он подсказывает, что процесс не может длиться бесконечно. Что есть какой-то логический предел. Ступайте, вызовите к богам, которых вы себе избрали. Вот они, пусть и спасут вас сейчас беды. Логично. Ну, как, допустим, блудный муж, который приходит к любимой жене, когда вот все действительно становится плохо, а когда все хорошо, ну, идет развлекаться по бабам. Вот он говорит, ну, идите к ним, раз вам там с ними нравится. А сыны Израилю сказали, Господа, согрешили мы. Поступи с нами, как сочтешь правильным. Мы только молим тебя, теперь нас избавить. Да, вот такая хорошая молитва. Господи, вот делай со мной, что хочешь. Ну, только вот эту мою проблему реши. Да, да будет воля твоя, удастся сказать не сразу. Да и до сих пор не всем удается. Теперь они отвергли чужих богов и стали служить Господу. И недолго молча взирала на страдания Израиля. Вот тоже очень важная богословская схема. Людям плохо, они молятся Богу, помоги. Бог им говорит, вы молитесь другим богам и к ним иступайте. И они что делают? Они, не дождавшись ответа от Господа, отказываются от других богов. И тогда Господь действительно дает им свое милость. Значит, покаяние не в том, чтобы бить себя в грудь и кричать «Я мерзавец», а в том, чтобы просто изменить то, что ты делаешь. И иногда это покаяние действие, а не словесное, а не некое ритуальное действие. Аммонитяне вышли тогда в поход и стали лагерем в Галааде, стали лагерем в Митспи, сыны Израилевы. Ну, то есть, по обе стороны Иорданы, видимо. И народ, и правители Галаада стали рассуждать между собой, кто поведет нас на бой с аммонитянами, тот и станет главой всех жителей Галаада. Вот после Авимеллаха из прошлой главы уже все думают, а кто тут будет главным, да? Авимеллах уже удалось, вот и мы хотим. А кто будет главным, мы узнаем в следующей 11 главе. Продолжение следует...